Этот ролик будет о том, как сделать персонализированный товар, но без персонализации. Первым делом я хочу поблагодарить всех наших подписчиков. Большое спасибо, что вы смотрите мои ролики, что вы подписываетесь, что вы подписались на канал. Я надеюсь, что вам нравится контент, который я вам предлагаю. Всегда смотрю в комментариях. И, пожалуйста, пишите, оставляйте комментарии, по поводу чего вы хотели бы, чтобы я снимала ролики, на какую тему. Так что это, конечно, всегда очень приятно, видеть ваши отзывы и ваши комментарии, ваши лайки под видео. Большое спасибо. Итак, в этом ролике мы поговорим о такой дилемме. Большая проблема есть, что товары персонализированные пользуются огромным спросом, но производить их очень тяжело. Понимаете, ни о каком пассивном доходе речи идти быть не может, правильно? А поставить товар на наш склад в Майами тоже невозможно, потому что как ты его персонализируешь? Ну, может быть, там печать на заказ, например, персонализированный. Это, конечно, не совсем пассивный доход. То есть тоже занимает время поменять картинку, внести там имя человека, персонализировать как-то эту вещь. Но, по крайней мере, это не занимает такое большое количество времени. Но очень часто с персонализацией связаны, ну, как вы сами понимаете, дополнительные затраты труда, времени. И многие продавцы отказываются от этой опции. Одна из самых главных причин, почему я снимаю этот ролик, конечно, это потому что из-за нашей услуги. А фулфилмент центра в Майами это очень популярная услуга, но туда просто невозможно поставить персонализированный товар. То есть вы поставляете вашу партию, которая хранится практически за копейки, отправляется напрямую покупателям из Америки, занимает там 3-4 рабочих дня. Конечно, это повышает шансы продаж и снижает риски для покупателя. Ну, это все понятно. Но, с другой стороны, персонализированные вещи туда поставить очень тяжело. Так? Есть проблема. А с другой стороны, персонализация востребована на рынке. Эдси сейчас позиционирует себя практически как маркетплейс, который направлен практически полностью на то, что он продает подарки. Самое прямое и понятное понятие персонализация – это когда используется какая-то совершенно уникальная индивидуальная фраза, которую заказывает ваш клиент. Или это имя вашего клиента. Или, ну, может быть, инициалы. Вот такая персонализация личная, сугубо индивидуальная – это вот то, что очень тяжело сделать. Давайте начнем с товаров. Ну, они, может быть, не совсем сугубо совершенно индивидуальные, но, скажем, у нас есть 12 месяцев, и каждый человек родился в своем месяце. И существует вот сразу первые три типа. Это birth flower, birth stone и birth – знак гороскопа, horoscope sign, зодиак, другими словами. Вот все эти три вещи очень, да, это разные ниши. Они очень часто используются в украшениях, но не только. Давайте разберем, значит, эту первую нишу. Это birth flower. Это цветок дня рождения. Carnation – это гвоздика в январе, primrose – это в феврале, а вот здесь в другом листинге тоже, кстати, гвоздика в январе, но уже ирисы в феврале. Ну, вообще, совершенно другие разные цветы, то есть кто на что гораздо, окей? 12 разных цветочков на 12 разных в месяцах, в разных листингах. Я не знаю, может быть, их будет даже больше, чем два разных варианта. Я родилась в июле, по вот этому тут правилу у меня какой-то такой вот цветок, larkspur. Я даже не знаю, что это за цветок такой. А здесь написано, что это water lily, да, это водяная лилия такая. Окей. Что это означает, я не знаю, но люди это обожают покупать, особенно в украшениях. Дальше, конечно, речь идет о камне. Ну, смотрите, это же намного проще, правильно, чем делать полную персонализацию. То есть сделал 12 вариантов. Окей, все хорошо, и уже человек чувствует что-то такое личное. Также есть гороскоп, вот, например, такой знак гороскопа. Ну, вот приведу вам пример на Marmalade, да, вот посмотрите, вот на такой вот листинг. Это явно Алиэкспресс, прям вам скажу, мне так кажется. Смотрите, но он здесь перенационализирован и по имени, да, окей, и по этому цветочку. Ну, просто очень интересно, что вот Алура нам показывает, что вот этот товар продался 12 тысяч раз. То есть товарищ заработал на нем 120 тысяч долларов. Ну, это не прибыль, а доход. Ну, неважно, на одну вот эту вещь отзывов 8 791. С ума сойти. Посмотрите, birth flower, вот просто на вот это словосочетание, хотя, конечно, очень большая конкуренция, но посмотрите, как поднялось вовлечение аудитории, не основанное на прогнозах декабрь, январь, февраль, как взлетело в марте и в апреле. То есть это новая тема дополнительного спроса, да, мне показалось, что вот этот birth flower, это даже еще лучшая ниша, чем, скажем, birth stone или гороскоп. Чем отличаются разные длинные ключевые слова на birth flower, да, посмотрите, тут не такая уж и высокая конкуренция при достаточно приличном вовлечении, ну, не зелененькое, конечно, но хотя бы оранжевое, да. И вот зодиак, да, тут намного выше конкуренция при таком же вовлечении приблизительно. И birth stone тоже конкуренция у нас, ну, такая же средненькая, но не такое хорошее вовлечение. То есть birth flower это вот самое-самое классное. Итак, давайте перейдем к следующей нише. Это касается такой полуперсонализации, да, по интересам. Вот смотрите, вот футболка с кошечками, например. Например, достаточно пять разных типов кошечек, и уже человек будет чувствовать, он себе выберет такую, какая у него, ну, может быть, не под все виды кошек это подходит, да, можно сделать не пять, скажем, а шесть или семь видов. Но в любом случае это же легче, чем для каждого человека индивидуально делать. Или какую-то более такую, ну, опять-таки я это называю полуперсонализированной, да, dog mama. Можно тут сделать какие-то небольшие вариации тоже. Или как вам вот такая вот новая ниша тоже. Это, конечно, ну, совершенно неперсонализированный товар, но он называется stash jar или weed jar. Если вы знаете, что марихуана во многих штатах сейчас легализирована. Поэтому, я не знаю, это не совсем подходит под полуперсонализацию, да, но, по крайней мере, что-то по интересам. Короче, это такая баночка с кляночкой или что-нибудь такое, в котором хранятся листья марихуаны, да. Ну, или, как они называются, косяки, не знаю, окей, короче, я не являюсь специалистом в этом деле, вот, как вы сами понимаете, но вот посмотрите. Нет, просто интересно, конкуренция еще не очень высокая в этой нише, да, а какие обалденные продажи. Stash jar, ну, кстати, конкуренция все время растет. На этом stash jar, как сильно вырос спрос именно в марте и апреле этого года. И на weed jar, кстати, тоже. То есть, это новые такие тренды, на которые стоит тоже обратить внимание. Всем привет, с вами Маша Каганович, я маркетолог компании WesternBit. Наша компания помогает продавать ваши товары на международных маркетплейсах, принимает оплату с помощью PayPal, а также доставляем их до двери покупателя. Вы можете воспользоваться нашей услугой пересылки. Вот здесь я дам ролик на нее, это West Parcel. Кстати, даже если вы не принимаете оплату с помощью WesternBit. А также у нас есть Fulfillment Center, в который вы можете и нужны обязательно поставлять вот такого типа товары, которые не персонализированы, но ощущаются как персонализированы. Это очень популярная сейчас услуга у WesternBit, так что тоже, пожалуйста, посмотрите ролик об этом. И ссылочку обязательно дам в описании. Ну, а мы давайте продолжим дальше. Итак, следующая тема называется «Сделай сам». Это вообще касается того, что, может быть, не совсем персонализировано, но каждый человек, товары или вещи, которые он делает своими руками, для него имеют большую ценность. Это тоже такой психологический триггер. Может быть, вы слышали такой эксперимент, как группа людей создавали сами игрушки из Lego. Ну, то есть, делали там каких-то трансформеров или чего-то еще. И потом их спрашивали, сколько вот может стоить такой трансформер. И было очень интересно, что все практически, кто сам своими руками создавал эту вещь, давали цену на эти трансформеры, сделанные своими руками, намного выше, чем сколько, почем их можно купить в магазине. То есть, понимаете, человек ценит вещи, которые делаются своими руками, намного больше. Каким образом это можно применить на Etsy? Ну, например, можно сделать такой товар, который называется Build Your Own Box. То есть, если человек делает какой-то подарок, он может собрать какие-то товары из вашего магазина и положить их все вместе. На самом деле, конкуренция вообще очень маленькая. Очень легко выйти на первые страницы с этим. Посмотрите, какие классные продажи здесь в магазинах. Create my own gift box set. Custom gift box. Build a box. Посмотрите, какие здесь шикарные просто, шикарные продажи в магазинах. Тут 8 человек купили этот товар за последние 24 часа. С ума сойти. А все, что нужно, это выбрать свою карточку, которая не персонализирована, между прочим. И чтобы человек зашел и выбрал, видите, как они здесь это делают, что зайдите в наш магазин и выберите из магазина все, что вы хотите положить в эту коробку. Как просто и легко. И одновременно вы продаете раз, два, три, четыре, пять, шесть или семь вещей, и человек сам выбирает и создает свою коробку. Разве это не классная идея? Мне кажется, вообще обалденная. 7 долларов? Да ничего подобного. 7 долларов там стоит каждая штучка положить туда в эту коробку. Вот, например, тоже такая коробочка. 51 доллар. Вот это уже нормальная цена. 45-50 долларов. И, кстати, это то, что люди готовы заплатить за такую коробку. В ней нет персонализации. Но человек создает эту коробку сам. Ну, что нам здесь говорит Marmalade по поводу этого? Не знаю. Не важно, что он говорит. Не верю. То, что здесь поиски 33, вовлечение аудитории, вот такое. Я вижу только одно. Я вижу вот это. То, что в марте поднялся спрос и вовлечение аудитории. И я знаю, просто потому, я вот вижу продажи в этих магазинах, окей, что это потрясающая ниша. Вот пример такой тоже персонализированной коробочки. Окей, переходим дальше. Следующая ниша, которая тоже обалденный бестселлер, это такие личные сообщения и записочки, которые не являются личными. Но вот посмотрите. Вот, например, такая баночка с подарками для жениха и невесты. Это какие-то высказывания, выражения из Библии. Называется Bible verses. То есть собирается такая баночка. И вот скажите, правда, что она ощущается как нечто такое особое, такое личное, правда? Очень персонализированное. На самом деле здесь персонализации нет вообще. И, кстати, вот смотрите, вот такая вот баночка, тоже любопытная, тоже здесь высказывание из Библии, да, для эмоций, для чувств, для воодушевления, да, это христианский подарок. Итак, переходим к следующей нише. Шестой – это персонализация по расам или разным типам людей. Вот смотрите, обалденный бестселлер. Куклы разных рас. И обратите внимание на ключевое слово – diversity education. Очень актуальное в наше время слово. То есть это образование, помощь людям понимать разные культуры, разные расы. Сейчас это очень популярно. Даже в детском садике детей учат образование, которое показывает, какие разные есть люди. Итак, следующий тип – это личные подборочки дизайна. Вот вы наверняка думаете, что можно взять какие-то вещи, ну, например, старые постеры или картины Ван Гога или там, ну, неважно, вещи, которые вышли из, или, может быть, AI, вам придумала там кучу картинок одинакового, похожего дизайна. Сейчас, знаете, это очень сейчас популярная такая штука – делать всякие вещи с помощью AI. Ну, вот будете предлагать одну картинку, да, человек будет думать, ну, на какую бы стенку ее повесить. Вот подумайте, что если вы продаете digital download, то есть это цифровой товар, вы же можете, ну, в принципе, один раз сделать вот какую-то одну такую подборочку из 10, 15, 9, вот 9 продается. 9 долларов – это все digital, между прочим. Или вот 10 ретро, ярких цветов. Понимаете, для каждого стиля и классического, и ретро, и transitional, и, я не знаю, импрессионистского, бого, да, какой хотите, фарм-стайл, да, черно-белый, любой, вы можете продать свой вкус. Вот такая вещь, она не персонализирована, но она ощущается, как будто персонализированная, правда? Потому что, ну, вот это вот своя какая-то подборка, которая подходит под мой интерьер, под мою стену. Она ощущается, в принципе, и воспринимается, и вешается на стену, как одна картина. Что вы продаете здесь? Вот эту картинку? Нет. Вы продаете ваш вкус, личную подборку, какой-то дизайна. И это имеет намного больше смысл, чем продавать одну картину. Итак, мы переходим к последней вещи. Я уже находила, уже делала эту подборочку. Это такие юмористические, смешные, прикольные, симпатичные штучки. Они не персонализированы, но ощущаются, как персонализированы. Вот, это toast, здесь игра слов, да, toast – это тост, да, а с другой стороны, toast – это то, что… это хлеб поджаренный. Вот, вот я тебе предлагаю тост на твой день рождения, да. Очень чувствуется, как персонализированная. Или вот такая вот штучка. Позитивная картошка. Не могу, прикольная, правда? Маленькая позитивная картошка. На ней написано, я, может быть, маленькая картошечка, но я верю в тебя. Иди, сделай то, что правильно, хорошую вещь. Do your thing, да. Сделай свою вещь. Жизнь, она полна лимонов, а вот тебе вместо лимонов – картошка. Нет персонализации, правильно? Но ощущается, как очень такая прикольная личная вещь. Или вот такая, food take-out dice. Это вообще класс. То есть, вот ты собираешься пойти в ресторан, но ты не знаешь, в какой. Куда ты хочешь? В китайский, или на пиццу, или сабс, или, да, или что? Может быть, ты хочешь курицу, может быть, бургеры, ну, короче говоря, мексиканскую еду, да, значит, ты вместо того, чтобы спорить и ругаться, просто бросаешь жеребий, и тебе что-то выпадает. Тоже ощущается, как нечто более-менее персонализированное. Или вот это – паной и двигайся дальше. Журнал. Здесь ты можешь записать то, что тебе не нравится, и от чего ты очень уже сильно устал, и то, что тебя страшно раздражает. Вот ты это напишешь и двигаешься дальше. Опять, никакой персонализации, но ощущается, как нечто такое индивидуальное, уникальное и личное. Из всего списка, который я вам предлагаю, семь разных вариаций я предложила, честно говоря, то, что мне нравится больше всего, это вот эти коробочки, которые собраны на заказ. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик, что он был интересен, полезен для вас. Большое спасибо за внимание, и, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал и оставить ваш лайк и комментарий. Большое спасибо. Всем пока.